Всем привет, ребята! В этом видео я постараюсь дать ответ на вопрос, сколько же на самом деле приносит минеральная оптимизация в игре StarCraft 2. Обычно во всяких лабораторных работах, там по физике, по математике, например, измерение звука, проводят не один, а несколько экспериментов, там, допустим, от 5 до 10 экспериментов. Я решил поступить похожим образом. Я провел по 8 экспериментов, одинаковых абсолютно. 8 экспериментов будут с минеральной оптимизацией и 8 экспериментов без минеральной оптимизации. Просто играю обычный опенинг, барак, газ, цц, делаю одного майка, делаю два соплая и просто ставлю рабочих нон-стоп, больше ничего не делаю. Смотрю, собственно, что же произойдет на 4-й минуте. То есть 8 экспериментов с оптимизацией, 8 экспериментов без оптимизации экономики, и каждый длится по 4 минуты ровно. Чтобы более точно понять вот эту цифру, мы будем ставить паузы где-то уже, когда будет подходить к 4-й минуте. Мы должны поймать именно момент начала 4-й минуты. Вот как только циферка 4 появилась, в ту же миллисекунду мы должны поймать этот момент и зафиксировать количество минералов и газа. В этом видео, собственно, вот сейчас почти уже наступила 4-я минута, вы сейчас увидите, собственно, как я это буду делать. Вот я через паузу ловлю момент, когда наступит ровно 4-я минута. Наступила 4-я минута, мы видим, что 2240 минералов, 468 газа, и, собственно, мы все это записываем в файлик Excel и проводим таких 8 экспериментов. Собственно, сейчас я покажу, что у меня получилось. Вот, собственно, что у меня получилось. Вот такая вот табличечка. Здесь 8 экспериментов, соответственно, без оптимизации и 8 экспериментов с оптимизацией. Какие, собственно, можно выделить тут основные моменты? Во-первых, я отмечал тайминг постановки второго командного центра. И, как мы видим, почти во всех экспериментах тайминг равен минуту 40. В одном даже был минуту 41. Тайминг второй базы с оптимизацией, он немножко раньше. В среднем это минута 38, иногда минута 39. То есть, первый вывод, который можно сделать, что оптимизация помогает нам поставить CC на 2 секунды раньше. Какой можно сделать второй, собственно, вывод? Если посмотреть по газу, среднее значение мы добыли без оптимизации 467 газа за 4 минуты. И, соответственно, с оптимизацией мы почему-то добыли чуть-чуть больше, буквально на 2,5 газа. Скорее всего, это потому, что мы буквально на миллисекунду ставим раньше газилку. Самое интересное по минералам. Я прочитал среднее значение. Без оптимизации оно получилось 2172,5 минерала. А с оптимизацией получилось 2240. Как мы видим, вот профит я отдельно выписал. Профит по минералам составил 68 минералов и 0,13. То есть, вот такой вот профит мы, собственно, получаем с минеральной оптимизацией. То есть, я дал вам, собственно, такую вот пищу для ума. Дальше сами думайте, что с ней делать. Вы можете уже сами для себя, в принципе, понять, стоит ли вам делать минеральную оптимизацию или нет. Стоит ли вам заморачиваться из-за 68 минералов. Тут каждый уже решает сам для себя. Лично мое мнение, что до 5000 ммр можно, в принципе, не делать никакую оптимизацию и вообще не заморачиваться этим. Но на каком-то более высоком уровне уже стоит, в принципе, немножко заморочиться ради того, чтобы получить дополнительные 68 минералов. Вот такие, собственно, данные, ребят. И всем пока-пока. Во второй части я расскажу вам о том, как правильно делать минеральную оптимизацию. Но я все-таки для тех, кто хочет научиться, покажу, как ее делать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok